Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Тарусин, президент Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Виктор Иванович! Здравствуйте, Мария! Рад вас видеть в нашей студии. Заканчивается 2020 год, и это значит, подводим итоги. Год был непростой, но, тем не менее, есть чем похвалиться. Так, год был действительно непростой, и сейчас можно говорить, как мы жили до 2020 года, и что будет после, пока еще непонятно. Потому что за первой волной приходит вторая, что будет после второй, пока непонятно. Но, тем не менее, год нельзя назвать негативным, развитие продолжается, бизнес выживает. Да, много что потеряно, однако, сохраняем позитив и надеемся на то, что при сплочении рядов малого-среднего предпринимательства мы сможем выйти из этой новой пандемии, по крайней мере, на прежний уровень развития и на финансовые показатели. На сегодняшний момент можно констатировать, что до 20-25% малого-среднего предпринимательства, к сожалению, схлопнулось. И мы ведем в рамках Торгово-промышленной палаты Российской Федерации так называемый бизнес-барометр страны. И результаты мониторинга показывают, к сожалению, такие не очень радостные цифры. Многие ИП прекратили существование, ушли в самозанятые. Многие ОООшки тоже прекратили, к сожалению, свое существование по объективным причинам. Конечно, тот локдаун, который произошел, или карантинные мероприятия, они во многом подорвали текущее финансовое положение предпринимателей. И несмотря на все реальные меры поддержки со стороны правительства, многие не пережили этого. Тем не менее, хочу сказать, что большинство предпринимателей сохраняют позитив. Я надеюсь, что Новый год принесет нам положительные эмоции не только за праздничным столом, но и по результатам экономической деятельности. Я, как представитель торгово-промышленной палаты, призываю представителей малого и среднего предпринимательства действительно сплотиться. И вот этот пандемический барьер, который мы сейчас проходим, он заставляет искать точки соприкосновения, искать единую платформу, которую можно было бы отстаивать перед органами власти. И на самом деле, торгово-промышленная палата Российской Федерации за эти 10 месяцев активной борьбы с коронавирусом доказала свою состоятельность именно как единственный орган, единственный институт поддержки малого и среднего предпринимательства, который формулирует позицию бизнеса. И самое главное, что мы увидели, что есть механизмы донесения нашей позиции до правительства, до министерства и ведомства. И на сегодняшний момент есть позитивные результаты деятельности торгово-промышленной палаты именно с точки зрения формулирования позиции малого и среднего предпринимательства для наших административных государственных органов. Какие удалось реализовать проекты? Проекты в рамках торгово-промышленной палаты мы реализуем в первую очередь информационные, поскольку одна из составных частей деятельности торгово-промышленной палаты – это, с одной стороны, донесение до бизнеса всей обновленной информации о законодательстве, о новых регуляционных методах, которые предпринимают правительство и администрации разных уровней. Я имею в виду федеральный, региональный и наш муниципальный уровень. Но это с одной стороны. С другой стороны, конечно, информационный обратный поток, который мы организуем, формируем и обеспечиваем представление этой информации для широкой общественности. В качестве примера сегодняшняя наша встреча – это один из способов информирования нашего бизнес-сообщества, нашего населения Одинцовского городского округа о том, чем живет, чем дышит бизнес на территории. Поскольку пандемия действительно резко изменила структуру бизнес-отношений, и удаленка, и выход в онлайн, информационный фактор стал носить критический характер. Если вы не говорите о себе, не сообщаете рынку о том, что вы есть и что вы производите, вас никто не видит, или, скажем так, вас видит меньше людей, чем было раньше. В связи с тем, что действительно и потоки изменились, и границы закрылись. Поэтому информировать бизнес, информировать рынки о себе и о своей продукции – это первоочередная задача. Поэтому мы совместно с медиахолдингом «Бизнес-диалог» решили посвятить Одинцовскому городскому округу специальный выпуск, ориентировать его на… Выпуск журнала. Журнала. Специальный выпуск журнала «Russian Business Guide» – путеводитель российского бизнеса. И, естественно, мы его ориентировали на внешнюю среду, на наших партнеров в Юго-Восточной Азии. Он посвящен специально взаимоотношениям между Российской Федерацией, российским бизнесом и представителями стран «Осеан». Это огромный рынок, 650 миллионов потребителей. Сопоставимо, можно сопоставить даже с Китаем. Поэтому наши исторические связи с тем регионом позволяют нам доносить эту информацию до людей, принимающих решения на той стороне. И я считаю, что вот этот номер, объединяющий в себе информацию о предпринимателях, о компаниях, работающих в совершенно разных областях, начиная от сельского хозяйства, можно говорить о нашем ФНЦО, бывшем в НИИСОКе, и заканчивая высокими технологиями нашей компании, работающей в IT-секторе, они все представили материалы, которые позволяют надеяться на то, что отношения между представителями Юго-Восточной Азии и Одинцовского городского округа будут материализованы именно в конкретные проекты, конкретные контракты, что позволит увеличить налоговую базу, о чем, собственно говоря, больше всего заботится наша администрация. В любом случае, привлечение инвестиций, привлечение бизнеса на территорию – это положительная энергия для дальнейшего развития в социальном плане. То есть это и рабочие места, налоги, естественно, но и в целом создаются привлекательные образы и имидж округа, что сюда... Но дальше уже по цепочке привлекает дальнейших, те, кого это все заинтересует. Виктор Иванович, с журналом все понятно, выпускается он давно. Тут, кстати, есть и про... Очень много, да? Про Одинцова. Здесь есть и про Одинцовы как инвестиционно-привлекательное направление, есть и материалы по отдельно взятым компаниям и Одинцовским, и нашим партнерским организациям, но есть и информация от наших партнеров за рубежом, Вьетнам, Индонезия, Таиланд. Кстати, хочу обратить особое внимание на тайский материал, который посвящен переговорам между Королевством Таиланд и Российской Федерацией о приобретении вакцины. Все это актуально, своевременно и говорит о том, как наш уровень общения на Земле, он позволяет расширять и укреплять отношения, в том числе и на федеральном уровне. Мы создаем вот эту обстановку, атмосферу. Мне кажется, благодаря пандемии вы стали еще более тесно общаться с бизнесом, потому что, несмотря на то, что встречи в оффлайн-формате были под запретом, но в онлайн выходили регулярно и поддерживали, были в тесном контакте, пытались решать вопросы, но вот прямо здесь и сейчас. И удалось это все наладить очень быстро, еще в первую волну. Мы тоже встречались, об этом говорили неоднократно. В первую волну мы говорили о таком явлении, как форс-мажор. Вот сейчас можно по итогам этого года сказать, что такого наплыва заявлений о подтверждении обстоятельств непреодолимой силы мы давно не испытывали. За этот период, за 10 месяцев, мы получили более 250 заявлений о подтверждении обстоятельств непреодолимой силы. И это, конечно, было серьезное испытание для наших сотрудников, для экспертов, потому что каждое такое заявление – это огромный объем информации, которую необходимо переварить и понять суть возникших форс-мажорных обстоятельств. Совсем недавно в Торгово-промышленной палате зародилась традиция проведения женского форума «Леди Бизнес-2019» был, в этом году – 2020. Я так понимаю, что тоже пандемия внесла свои коррективы в регламент проведения. Как будет проходить в этом году женский форум? Да, действительно, в прошлом году, я думаю, наши телезрители помнят, победительницей «Леди Бизнес» в Подмосковье 2019 стала Ольга Викторовна Селезнева, генеральный директор технического центра «Волин». Ну и в этом году Одинцовское бизнес-сообщество, женское бизнес-сообщество, также активно принимает участие в подготовке и проведении этого форума на муниципальном уровне. 18-го числа, 18-го декабря у нас пройдет финал муниципальный в рамках городского округа. У нас участвуют 8 представительниц женского бизнеса, 7 из, собственно, Одинцовой, одна из Власихи. К сожалению, формат, конечно же, изменился. Мы не можем провести такое большое мероприятие, как в прошлом году, в котором у нас приняло участие более 100 человек и был организован не только… И спикеры, и общение. Да, и мастер-классы были. И была выставка, и фуршет. В общем, по полной программе. В этом году, конечно, мы такое по объективным причинам не сможем реализовать. Тем не менее, 18-го числа состоится финал. Финал пройдет в оффлайне. В любом случае мы будем проводить его в бизнес-центре Вест-Ист на нашей площадке. И мы рассчитываем на то, что, как говорится, победит сильнейший. И мы также рассчитываем, что и в этом году представительницы женского бизнеса Одинцовского городского округа смогут на равных побороться за первенство. В каких сферах в этом году представлены участницы? В этом году это и индустрии красоты, социальные предприниматели и фермеры. Так что у нас есть кому побороться. Есть что показать. Ну, в итоге, я надеюсь, что мы будем среди призеров в области. И, как говорится, пусть победит сильнейший. А лучше, чтобы мы были на первом месте и повторили результат. Будем бороться за сохранение первенства. Мы желаем всем участницам, безусловно, только победы, отличного настроения. А мы приглашаем вас осветить своим присутствием и своими техническими возможностями это мероприятие. 18 числа ждем вас на нашей площадке. Обязательно будем. Никогда не пропускаем подобные мероприятия от вашей стороны. Виктор Иванович, в 2020 году Торгово-промышленная палата округа активно занималась в сфере благотворительности. Это и в результате пандемии первая волна, и второй волны. Вот об этой работе расскажите, пожалуйста. Да, наверное, 2020 год можно будет назвать годом благотворительности. Точно так же, как он у нас фигурирует, как год волонтерства, добровольчества. С первых месяцев, когда начались ограничения в деятельности предприятий и особенно ограничения мобильности наших граждан, Торгово-промышленная палата также включилась в организацию и продовольственных наборов для, скажем так, граждан с ограниченными возможностями, кто был вынужден жестко придерживаться к карантину. Мы, с одной стороны, сами собирали эти пакеты продовольственные, сами же и развозили, как фактически выполняя функции волонтеров. Ну и возникли дополнительные просьбы и пожелания со стороны наших традиционных подопечных, кого Торгово-промышленная палата сопровождает в качестве спонсора, благотворителя. Возникли новые объекты, которые мы также сейчас поддерживаем. Сейчас готовится рождественская благотворительная акция, в которой принимают участие практически все члены Одинцовской торгово-промышленной палаты. У нас на сайте размещена информация, пожелания наших подопечных по содержанию этой благотворительной помощи. Мы практически ушли от простого финансирования, мы не собираем деньги, мы просто размещаем информацию о тех предметах первой необходимости, которые нужны нашим подопечным. Это и какие-то строительные материалы для ремонта школ, это и канцелярские принадлежности, необходимые для наших подопечных организаций, какие-то бытовые приборы, ну, вплоть до того, что там кровати, стулья, столы. Вот это все мы сейчас получаем у себя на базе в Торгово-промышленной палате и на следующей неделе готовимся к выезду по нашим основным получателям благотворительной помощи. Это и Мальчиковый приют Савино-Старожевского монастыря, Старогородская школа-интернат, школа-изумрудный город. Это наши три основные направления, к которым мы планируем коллективный выезд членов Торгово-промышленной палаты, вот с этим благотворительным грузом. Это планируется на следующей неделе. Виктор Иванович, приближается Новый год, уже остается чуть больше двух недель до самого главного праздника нашей страны. Вот что бы Вы пожелали всем в 2021 году? Каким бы Вы хотели его видеть? Ну, наверное, буду немножко банален. Хочу видеть 2021 год здоровым, чтобы представители бизнеса, администрации, чтобы Вы все были здоровы и смогли реализовать все те планы, которые либо не удалось реализовать в текущем 2020 году, либо были выстроены заранее на 2021. Я понимаю, что развитие в таких условиях – это такой серьезный вызов, но, с другой стороны, любой кризис, он обостряет все позитивные факторы и позволяет сосредоточиться на том, что раньше можно было выпустить из виду. И как любой кризисный момент может быть интерпретирован, как появление новых возможностей. И этими возможностями нужно в 2021 году очень грамотно распорядиться. Сокращение производства, с одной стороны, означает появление свободных ниш на рынке. Вот я рекомендую предпринимателям обратить внимание на те сектора, которые сейчас больше всего пострадали от этой самой пандемии. Таким образом, можно это назвать не только сокращением количества участников этих рынков и этих ниш. Это можно интерпретировать как появление новых возможностей и открытие перспектив развития в этих направлениях. Спасибо вам. Мы вас тоже поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам самое главное здоровья и процветания. Спасибо большое, Мария. Вы смотрели программу специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.